Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале 13. Ознакомимся с главной темой сегодняшнего выпуска. Активисты желтых жилетов хотят обрушить панковскую систему страны. Армения не является независимым и суверенным государством. Тигран Хазмалян. Активисты желтых жилетов хотят обрушить панковскую систему страны. Активисты желтых жилетов проходят в Париже и других крупных городах с ноября. Изначально активисты выступали против повышения цен на топливо. Позже стали требовать отставки президента Эммануэля Макрона. Акции протеста сопровождаются массовыми программами. Убытки от них исчисляются в миллионах евро. Глава Европейской партии Армении кинорежиссер Тигран Хазмалян читает, что Армению нельзя назвать независимой страной, так как ее границы охраняют российские войска, а экономика также принадлежит России. Глава Европейской партии Армении кинорежиссер Тигран Хазмалян считает, что Армению нельзя назвать независимой страной, так как ее границы охраняются российскими войсками, а экономика также принадлежит России. Такое заявление Хазмалян сделал, комментируя запланированную демонстрацию траура и протеста в Гюмре напротив 102-й военной базы Российской Федерации. Акция состоится 12 ноября, в день 4-й годовщины убийства семьи Аветисян российским военнослужащим Валерием Пермяковым и на 40-й день со дня убийства Джульетты Гукасян, в смерти которой также обвиняется военнослужащий 102-й базы. Армения пока еще не является независимым, и суверенным государством, уверен политический деятель. Сейчас единственные иностранные войска в Армении – это войска России, заключил Хазмалян. Глава азербайджанской диаспоры Ростова-на-Дону Вагиф Мустафаев поздравил армянский народ с Рождеством, причем якобы от имени всех азербайджанцев. Глава азербайджанской диаспоры Ростова-на-Дону Вагиф Мустафаев поздравляет армянский народ с Рождеством, причем якобы от имени всех азербайджанцев. Подобное поздравление Мустафаев отправил в Армению и в октябре прошлого года, приветствуя армянский народ с 25-летием независимости и тоже от имени всех азербайджанцев. А пару лет назад он же участвовал в мероприятии, организованном армянами этого региона России и выступил перед присутствующими с приветственной речью. Как тогда отметила пресса, армянам доставило особое удовольствие поздравление Вагифа Мустафаева. В поле внимания азербайджанской общественности Вагиф Мустафаев попал еще в 2015 году, когда стал участником не санкционированного властями Ростова мероприятия армянских сепаратистов, где он стоя аплодировал танцоров из Карабаха, которые поднимали на сцене ростовского концертного зала некое полотнище в качестве флага Нагорно-Карабахской республики. Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской республики Турал-Генжалиев встретился с послом Великобритании Кэрол Крофтс. В то же время я отметил, что мы готовы к конструктивному делу. На сегодня все. Встретимся в следующем выпуске.